всем привет с вами андрей у нас получается random adventures рогалик 2 наш персонаж собственно воитель человек воин но воитель это и собственно воин у нас собственно с собой находится топор для рубки лечебное зелье растения кость палка нас 15 инвентарь занято по квестам у нас достаточно большое количество квестов мы можем получить немножко золото давайте его получим мы находимся в полурослике то есть в таверне полурослика хорошо так значит получается полур полурослик давайте посмотрим по снаряжению что у нас у нас получается костяное копье 61 железный щит очень тяжелый деревянный шлем необычный деревянный нагрудник кожаные перчатки нету вообще никаких штанов никаких ботинок и никого кольца нет также же медальона никакого нет он по навыкам у нас собственно у нас 0 очков навыков у нас присутствует вампир мы можем пить здоровье в наших врагов и владения кинжалом на плюс 6 но опять же кинжал мы сняли мы сейчас используем копьем по магии у нас отсутствует магии питомцев также отсутствует собственно делать мы можем получается зеленый салат палки костяное копье кстати говоря как вариант можно будет его сделать костяное копье для нас будет даже я думаю лучшим я отравлю в том что костяное копье делается из костей я думаю это и так понятно из дерева собственно посмотрим по квестом куда надо идти давайте проверим сначала где мы находимся мы находимся на 69 нам надо идти получается рядом с нами какой-то квест присутствует на 69 59 есть клык ног опять же клыков у нас нету принесет 10 коготь коготь хорошо найди 5 древесины и отнеси ее старому плотику что вы починил облома корабля нам нужно найти древесину чтобы найти древесину нам нужно топором можно кстати купить ремнобор топором вырубить лес то есть на локации будет лес нам нужно его вырубить давайте посмотрим вниз пробежимся ничего нету и собственно это эльф эльф нам также не особо нужно посмотрим что у нас присутствует в тайнике в тайнике у нас присутствует клык который нам нужен давайте его заберем все остальное нам не ну вот поэтому крокодили слезу по я по крайней мере не нашел куда применять поэтому ее тоже можно с собой забрать как собственный глаз я не нашел их применению пока что поэтому просто их продаем для этого заходим либо в магазин либо в оружейную нажимаем кнопку продать продали собственно продолжаем вот собственно по продали хорошо замечательно так меня очень сильно отвлекают вот у нас получается вампир владение кинжалом и естественный исследователь это у нас название мы видим предметов название ходящихся рядом предметов при передвижении относительно упрощает процесс исследования владение кинжалом у нас на максимуме но у нас получается костяное копье только то есть у нас нам мы можем создать зеленый салат что очень хорошо это один из самых полезных предметов мы можем стать костяное копье который как сайгорифиз надо будет создать палки нам не нужны она делается из дерева палки очень много лагерь нам нужен для приготовки пищи железное ведро нужно некоторых рецептов да в основном зелий на что такое к к к к к ламаре к ламаре это щупальца приготовленные вкусная вещь скорее всего мы будем готовить ее поэтому оставим еда нам нужна в любом случае посмотрим в магазине электрическая бомба пустынная рыба нам это не актуально оружейные собственно большое количество оружия тут у нас в основном я рекомендую на начале по крайней мере деревянный кинжал есть деревянный кинжал наверное для нас будет лучшим поэтому мы сейчас наверное скорее всего купим себе деревянный кинжал и будем играть от кинжала мы купили деревянный кинжал теперь наша задача активировать деревянный кинжал для того чтобы он у нас присутствовал выучим его теперь у нас отображается деревянный кинжал смотрим деревянный кинжал чтобы создать нужно три дерева для этого нам нужно вырубить одно дерево вырубить одно дерево у нас собственно мы на какой локации находимся посмотрим мы находимся на 67 нам нужно на 59 клыки и 98 кровь принести также коготь 10 штук 10 коготь давайте посмотрим по когтям если у нас вообще в наличии когтя у нас кости есть наличие когтей у нас нету наличия давайте в тайнике посмотрим когти и в тайнике у нас когтей тоже нету песок нужен для по крайней мере как я заметил песок нужен для склянок камень нужен некоторых рецептов совиное перо если вам рецепт дадут нужно для изготовления предметов если у меня дадут можете продавать кашемир я пока не нашел его предназначение вот а что у нас по защите давайте посмотрим защита где наш персонаж статы собственно смотрим у нас получается 130 хп 69 атака 19 защиты защита очень дохлая очень дохлая защита нам бы в идеале защиту поднять но мы будем просто погуляем сейчас по исследуем погуляем вниз вот тут сатир вот можно еще шлепнуть нашли какие-то штаны давайте их поднимем и оденем пока у нас ничего лучше нету пускай будут труд можно разделывать но у нас нету событий сака давайте порубим дерево у нас собственно топор сломался из-за этого мы больше рубить не можем нам нужно починить его чинится топор большинстве случаев либо у кузнеца то есть он когда в городе вы его найдете либо топор чинится у ну собственно через дрем набор мы единственно через дрем набор его починили поэтому мы можем продолжать рубить дерево порубили немножко дерево мы скорее всего на дереве будем сидеть имеется ввиду отлично мы собственно вырубили все дерево теперь мы в теории можем чем скрафтить давайте посмотрим что мы можем скрафтить мы можем скрафтить деревянный кинжал давайте его сделаем создать обычный кинжал четвертого уровня у нас давайте экипируем посмотрим насколько он эффективен но в любом случае лучше почему лучше чем наше копье потому что нам нужно кстати поесть почему он лучше потому что у нас навык на кинжалы присутствует у нас шестой кинжал поэтому у нас в любом случае он лучше вот собственно тут кто-то еще при давайте поговорим нужно 10 когтей его давайте порубим дерево немножко подобрали дерево и из дерева по сути но крафтится все если вы найдете подходящую схему у нас сломался топор давайте убьем сатира получили с него немножко золото поговорим с этим не могли бы мне помочь и надо убить элементаля за сто двадцать три золота давайте его убьем а где где ваш элементаль то а просто его надо убить а то есть местоположение не важно на ясно но и просто нужно убить 1 элементаля где конкретно ты это будешь делать неважно собственно поднимаем атакуем владение кинжалом достигла 7 уровня поговорим с этой ты не могу мне подсобить убить монстра краб на 4 10 за 90 золото на 4 10 то есть нам нужно идти вверх давайте пойдем вверх тут стоит еще спирит стоит давайте его убьем тоже мы нашли волшебный камень давайте с ней поговорим нужно когти волшебный камень поднимем что делает волшебный камень давайте посмотрим волшебный камень использовали для изменения характеристик атаки и интеллекта у любого снаряжения то есть это они атаку интеллект и интеллект в атаку возвращают их классный камень особенно если вы играете через магическое снаряжение очень эффективная вещь 4 10 мы двигаемся собственно палку давайте еще забьем этого еще растения получили поднимем растения тут третий уровень стоит давайте сейчас убьем очень кстати больно бьют мы нашли штаны давайте их оденем нам их уже наверное деле или нет давайте посмотрим до штаны у нас они штаны не одеты а вот и наши штаны у нас пятый уровень персонажа собственно нам нужно на на 10 убить получается моба здесь какой-то моб здесь есть я мы с могилами еще ни разу не взаимодействовал давайте заодно и посмотрим что это это старая могила скорее всего можно ее копать будет но мы этого делать пока не будем прошу нам просто нечем и выкопать собственно мы закончили квест с убийством конкретного моба нажимаем завершить получили некоторые количество монет собственно нам бы в идеале поесть у нас 50 голода уже торговец давайте поговорим по клыкам нас пока их нету поспим немножко восстановим свои характеристики нам бы в идеале найти кузнеца для того чтобы попытаться вытащить либо кость из копья либо бронзу что оба варианта для нас хорошо плюс кузнец нам может починить снаряжение в идеале найти своего этого как вам объяснить свой так называемый городок поселение который там просто дешевле будет для нас цены получили некоторое количество золота получили пыль и убили элементаля завершаем квест подняем поднимем пыль еще какой-то мог давайте его тоже убьем получили палку собственно и дошли до этой ящерицы но у нас человек данный момент поэтому нам он не подойдет мы давайте поспим для того чтобы восстановить свою цифры собственно разбираем необычные штаны костяные разобрали на пыль но тут 250 это очень дорого давайте мы скорее всего продадим их тогда в магазине продать штаны за 40 штаны продали собственно здесь это ящер по у нас человек поэтому для нас он не актуален в собственном магазине что тут можно было бы выкупить изучить создание факел нас денег нет факел нужен для освещения местности полезная штука позволяет вам а вот собственно старый плотник на него доползли ты нашел отдать ему 5 кусков дерева плотник чинит корабль сейчас починит его тем самым мы можем двигаться дальше то есть у нас есть корабль мы можем плыть на следующий остров но на следующем острове могут будут 7 уровня которые вам люлей будут навешивать 7 9 уровня поэтому туда раньше 8 уровня 8 9 нет смысла идти поэтому будем качаться здесь давайте еще убьем сатира получили кости еще один призрак так называемый савиным копьем забрали еще какой-то это если не ошибаюсь мухоловка ну то есть забьем ее талисман жука очень дорого стоит его стоит подобрать блиндок подняли растения из растений можно ставить еще один блиндок а я кстати у кузнеца не не починил да я протупил кузнец у нас единственные поэтому его у него нужно чинить вне сам далеко зараза находится получили кровь квестовую . хорошо если потрясти пальму с нее может выпустить что-то один из предметов который можно тоже покушать давайте доползем до кузнеца это я кузнец единственный мог который нам может отремонтировать топор за 250 поспим поедим в идеале чем-то продать давайте мы продадим что-нибудь а например талисман жука за 80 либо савиное перо вообще за 100 цены конечно мощная собственно из растений мы можем создать себе еду зеленый салат собственно с этим можем также сделать себе деревянный кинжал давайте посмотрим какого у нас уровня деревянный кинжал у нас тебе на кинжал четвертого уровня у нас скорее всего выше уровень снаряжения должен быть поэтому давайте попробуем сделать себе деревянный кинжал насколько я знаю у нас 5 уровня создать у нас необычный кинжал это очень хорошо чем выше редкости снаряжения тем лучше для вас же подняли кинжал этот кинжал можно разобрать у кузнеца он видите за 20 монет всего лишь его разбирает и мы получили дерево с него то есть мы даже еще и в плюсе оказались собственно посмотрим что можем еще продать палок очень много целебное зелье растения растения стоит час использовать для того чтобы приготовить себе еду через крафт рецептов создадим немножко растений у нас получается есть 33 еды давайте убедимся они еда на 20 собственно как вы видите то есть мы уже как минимум 60 может сбить себе голодом посмотрим что куда надо идти нам нужна кровь и нам нужны клыки ну еще и когти собственно на корабле можно уплыть но нам еще до этого пекина пешком можно в принципе порубить дерево для того чтобы она она будет в дальнейшем если мы найдем схему дерево нам поможет создать снаряжение которое мы сможем двигаться с помощью него наши навыки владения топором растут уже третий уровень из 25 это кэш маловато но все таки у нас два очка опыта мы могли бы что-нибудь прокачать нужно за двадцать как я знаю ничего не качается накачается минимум за пять вот поэтому двигаемся дальше видим сприта давайте его шлепнем сатир точнее это у нас с одного удара мы его убили забрать забрали палку главный торговец говорит что нам с ним нечем обсуждать еще один моб нам дали деревянные штаны но они минусовые для нас они не актуальны то есть нам их просто нужно будет продать научиться что не из дерево в теории мы могли бы даже разобрать еще палку получили в идеале найти получили кость лечение зелье лечения точнее магию лечения потому что у нас мама надо без дела валяется так если мы найдем лечилку для нас это прямо маст хэв будет да смотри сейчас можем еще зеленый салат то есть в плане еды у нас проблем нет у нас единственная проблема с хп хотя вроде вампиризм стоит но чет как-то империзм видим слабовато работает волшебный магазин давайте посмотрим не тут ударные заклинания в основном костяной посох ударом морозный савин и к перо и так далее то есть это все ударные заклинания нам они не актуальны давайте продадим тогда деревянные штаны нам они не нужны хотя их можно было бы расщепить у торговца но не очень 3d кузнеца точнее для него очень долго идти по спиму эльфа в идеале конечно же взять себе получается книгу монстр которые здесь присутствуют и с ее помощью попытаться поймать себе питомца для того чтобы питомец в будущем сам за нас всех убивал просто салут собирали но опять же это это лучшее решение но для этого нужно 500 монет а оставаться без денег что-то как-то особо не хочется что касаемо питомцев на выбор сложно сказать какой конкретно лучше я выбирал дракона я честно говоря не прогадал вот еще по собственно порол полурослик опять же схемы можно было бы приобрести но опять же медные кожаные так далее я думаю они нам не особо нужны потому что у нас во первых нет этого снаряжения нас единственный деревянный топор есть но опять же деревянный топор это оружие это не сам топор с торговцам у нас клыков отсутствует могилы мы копать не можем кстати поднимем и забьем дриаду заодно получили палку давайте пойдем тут еще к нас кто-то ждет к это змея давайте ее убьем получили чешую и получили шестой уровень персонажа подняли чешую собственно заходим в подземелье прям с нами кто-то стоит давайте посмотрим кто это это у нас какой-то единичка давайте его пнем деревянные штаны первый уровень но я думаю они для нас не актуальны нашли обычный деревянный топор ну то есть деревянные штаны деревянные топор но я думаю мы сейчас кузнецу вместе с вами пойдем потому после этого потому что они присутствуют с костью потому что у кузнеца мы это расщепим и получим дерево гигантские нифига себе щупальца вот кстати говоря щупальца тоже как вариант это наша потенциальная еда вместе с палками это у нас рецепт присутствует который мы можем делать из щупалец и еду себе вот поэтому полезная вещь исследуем местность для того чтобы иметь представление о том куда нужно идти собственно это кстати первый этаж был у нас на место в инвентаре закончилась видите нам говорят что мы можем спуститься на второй этаж но я думаю мы пока не пойдем на второй этаж давайте все продадим ненужное мы можем возвращаться сколько угодно раз вот собственно говорят что мы добыли но у нас говорят что инвентарь уже полный то есть мы не можем поднять щупальца на самом деле мы сейчас все все сможем поднять все добыть нам единственное нужно для начала поесть у нас собственно 38 по и поели собственно деревянное снаряжение нам она не нужно но минусовое поднимаем щупальца мы можем создать собственно вот эту вот фиговинку зайка называется каламаре создать а нам говорят что недостаточно места в инвентаре ну значит пойдем сейчас к торговцу пока что касаемо опыта тут можно особо не заморачиваться что в любом случае у вас будет и кстати ящерка опыта будет у вас начале вам кажется что его много а потом опыта все меньше и меньше вам будут выдавать в конечном итоге вам все будут копейки опыта давать и вы будете просто удивлены почему его так мало вот поэтому по опыту тут вопрос конечно такой скользкий скажем так съели салат 12 мы можем за говоря сделать себе собственное вот это каламаре создали на 35 это еда у нас двигаемся к кузнецу для того чтобы он нам помог еще нашли талисман жука талисман жука перегрузил наш инвентарь окончательно он теперь красный стал увеличить свой инвентарь можно за счет навыков собственно у меня четыре например вот у есть мол например за 10 очков вы можете на плюс пять собственно увеличить свой инвентарь либо есть тайники получается поселениях не во всех поселениях есть тайники которые вы можете использовать вот собственно кузнец сейчас мы его попросим разобрать он нам отдал дерево еще разбираем и а вот тут разобрал на пыль то есть скорее всего уровня кузнеца недостаточно для того чтобы разбирать второго уровня то есть нам нужно скорее всего было больше давайте продадим то что нам не нужно если у вас такой вообще присутствует вот я не знаю зачем нужна чешуя вообще чешуя квестовый предмет если он у вас есть это хорошо потому что квестовый предмет все-таки талисман жука и как говорил ранее я не знаю куда применяется по крайней мере не нашел там кости они применяются в костяное снаряжение поэтому его стоит им использовать любом случае песок как я говорил ранее используется для стекла по крайней мере я пока смог это найти посмотрим что мы можем сделать когти кости клыки в идеале конечно же купить этот питомцы себе точнее возможность получить питомца для этого нужно найти магазин собственно с питомцем вот собственно магазин питомцев покупаем книгу по поимки питомцев именно книгу поимки питомцев а не самого питомца почему именно так потому что благодаря книге мы сможем поймать огромное количество питомцев нас сколько нам нужно будет а питомца он нам но будет один питомец но весело вам не понравится например собственно это эльф ищем человека это полурослик магазин посмотрим что он подает ничего путного оружейные нам также нужно все деревянное снаряжение купить у него а у нас 50 голода давайте посмотрим что мы можем съесть у нас на 35 есть и дави съедим а также на вас крафт еще себе еду зеленый салат например собственно можем продолжить исследовать подземелья на втором этаже посмотрим что у нас там но вроде пятого уровня то есть в при теории нам не должно быть сильно сложно да и локация по крайней мере текущая локация предусматривает я по крайней мере видел максимальный здесь уровень мобов на первой локации до 5 если не ошибаюсь то есть мы это кстати говоря босс локация но мы его должны отпинать потому что мы элементарно сильнее его 62 хп можно кстати поставить умение но это употребляет вашу сытость то есть ваш голод будет расти быстрее выбираем собственно и она поставилась на на первый слот лучше всего конечно же когда у вас он нам дал алмаз и череп найдена карта это портал портал а возвращает вас на начальную локацию то есть вам без необходимости ходьбы полезная штука еще какое-то существо получили кровь кровь квестовая поэтому в любом случае берем получили череп черепе снеж быть тоже они череп не квестовый но черепа они могут быть квестовая там сюда из того какой нпс вам дает и квесты еще кровь кстати говоря получили мы прямо в плюсе в большом потому что очень много крови получили такие локации они очень полезны жалко я не знаю про обновление их кости как говорил ранее можно из них снаряжение крафтить если у вас есть соответствующий рецепт поэтому кости полезная вещь собственно возвращаемся но там можно через портал возвращаться можно через пешком возвращаться но через портал быстрее будет просто поэтому давайте через портал вернемся не собственно на выход мы все исследовали вот собственно что нам отдали у нас перегрузка по инвентарю то есть у нас максимальная плате посмотрим какое количество у нас присутствует у нас три из пяти крови не 5 хотелось бы но все-таки когти 10 ему нужно этому давайте посмотрим если у нас вообще когти у нас есть кости но когтей у нас нету есть алмаз кстати говоря попробовать его продать может он дорогой будет давайте до торговца добежим до ближайшего тут кто-то еще стоит давайте его в нем куда путь держишь исказили тебе попросить об услуге убей монстра на 6 9 за 90 золота на 6 9 тоже опять же кто-то стоит палку получили палку расти растение на самом деле стоит поднимать потому что растение полезные вещи давайте поедим и они постоянно валяются то есть их стоит поднимать в любом случае я ищу медный слиток давай возьмем правда мы вряд ли отдадим его медные слитки но все-таки чтобы сделать медные слитки вам нужна медная руда который можно найти ну в рудниках по сути говоря когда у вас есть хирка с неким шансом разумеется к сам кузнец вам ее изготовить либо если у вас вы можете сами изготовить то можете изготовить сами собственно нам показывают то что нам квеста дополнили в наш списочек у нас очень сильно пробили поднимем пыль первый дракон ой блин я протупил надо было попытаться приручить дракона ну ладно 10 когтей ему нужно по-прежнему поднимаем растение вот попробуем сейчас приручить новую тук какой-то сомнительное название но все-таки давайте вообще хотелось бы каждый дракона по понятным причинам что у нас не получится с первого раза это сделать давайте его в квик слот поставим на на второй поиск понятно причинам собственно мы поймали монстры теперь у нас есть моб который ходит с нами и у нас собственно не знаю что за число давайте посмотрим атака вы были часто ужасный мог ну ладно в любом случае он нам пойдет другого ничего другого у нас нету собственно у нас есть салат давайте его поедим также у нас есть собственно возможность создать еще салат давайте его создадим поднять череп собственно спирит первый уровень давайте атакуем его пускай наш питомец именно его бьет для этого нам нужно перейти во вкладку с питомцем и активировать его обычную атаку для того чтобы он его бил сам по понятным причинам питомец его скорее всего сам не сможет забить ну по крайней мере на начале но рано или поздно питомец раскачается и тогда питомец просто отпинает всех атакуем питомцем главное следите за своим хп чтобы у вас случайно не забили поднимаем растение золотой спирит но мы его можем убить но нам он не нужен собственно давайте продадим все лишнее как я понял нам черепа не нужны алмаз эти 32 монеты всего лишь стоит я честно говоря думал дороже собственно пыль кровь чешуя давай чешую тогда толкнем у нас какая-то карта есть давайте попробуем прочитать ее у нас какая-то карта и что за карта описание описание все на английском не будем читать давайте используем карту нам дали какое-то местоположение кого-то но для нас она не актуально давайте поспим поспали восстановили свое здоровье теперь можем двигаться дальше по инвентарю у нас в перегрузкой явно 13 из 14 из 17 собственно спирита давайте сами убьем питомец пускай его там пару раз пнет питомец подрос до второго уровня хп восстановилась у него третий уровень давайте его пнем питомец пару раз его ударить то чтобы он тоже получил опыт поднимем дерево растения также поднимаем палочки поднимаем чем полезны чем полезны питомцы полет питомцы полезны тем что они за вас все будут делать то есть вы по сути говоря питомцы сами будут убивать ваших врагов без необходимости вам с ними драться странное устройство горой найти на 50 сейчас мы за ним сходим если у каждого с места хватит давайте посмотрим если мы хотя бы одна ячейка да у нас есть одна ячейка на 50 собственно посмотрим нашу текущую местоположение мы находимся на 42 но тут кстати не так далеко давайте добить добежим собственно на 50 находимся нам нужно выбить этого питомца очень больно но он справился собственно поднимаем щупальца теперь нажимаем кнопку действия нажимаем кнопку искать и собственно мы нашли странное устройство которое нужно по квесту теперь нашли его просто вернуть на место мы отдали страну устройство получили монеты еще одна синка какая-то атакуем питомцем получили еще одну кость вот в идеале вот этого дракона приручить но проблема в том что питомец не потянет его питомец его кси надо было ударить питомцем хотя бы разочек питомец получил третий уровень тем самым уже неплохо по крайней мере он стал потолще в идеале всех первоуровневых существ которых мы видите попытаться приручить лет для чего она просто чтобы они были для углубля галочки чтобы вы просто могли с ними уже потом взаимодействовать у нас 70 голода это очень много давайте вместе мы попробуем посмотреть что у нас есть вообще по иным по инвентарю чтобы сбить этот голод у нас есть зеленый салат давайте его съедим у нас есть двое щупалец и четыре растения как вариант сейчас двое щупалец и четыре растения превратить в нашу еду давайте превратим собственно одно изготовить и второе изготовить двое щупалец мы потратили посмотрим насколько у нас по сытости дает 35 сытости у нас 57 собственно мы можем съесть одну у нас 22 в инвентаре у нас вместо две ячейки осталось но нам пока они нужны двигаемся дальше видим третий уровень питу этот моба давайте у разочек ударим и сами убьем собственно питомец больше всех опыта получил мы так остатки собственно тайник самое полезное что здесь есть на этой локации перекладываем песок у нас очень он очень редкий пыль которая очень не очень редкая скажем так волшебный камень который стоит выложить потому что мы его вряд ли будем использовать ну и лагерь в идеале тоже выложить но у нас мы не можем выложить также выложить черепки потому что они нам не нужны по квесту пока так собственно мы не нашли человека не знаю может я плохо искал у нас тысячи монет присутствует присутствует также магазин питомцев волшебный магазин волшебный костяной тут собственно по магии что могу сказать ну как восстановить магии с помощью зелий также можно с помощью но в основном да с помощью зелий маны также с помощью пива вот можно восстановить если вы играете за дворфа у него есть пиво можно восстановить себе магию также можно восстановить магию сном заходим в магазин собственно электрическая бомба и пустынная рыба но пустынная рыба и понятно зачем нужно все остальное нам принципе не нужно по оружейные посмотрим что у нас тут можно но опять же как я говорил ранее тут дрианная рыба опять же от дальней бой честно говоря не до конца понял тут там видимо нужно наступать убегать наступать убегать но это такое себе честно говоря удовольствие поэтому проще подраться в мели и либо через питомца например не особо заморачиваться в этом вопросе вот но опять же это эльф вот так вот двигаемся дальше собственно и видим еще одного моба ударимого питомцем хотя давайте попробовал приручить мы его приручили рекомендуется бить именно первых уровней для того чтобы у вас была возможность у нас эти можем завершить один кпс давайте его завершим у нас и новый питомец давайте на него посмотрим от первого уровня вот собственно это ящерка две атаки какие-то непонятные на наш уже питомец бьет 23 на самом деле непонятно зачем и клювом бить если атака та же самая ну возможно я что-то не понимаю ну я как говорил ранее самый лучший из питомцев которые мне пока не доводилось сейчас это дракон он вообще всех без проблем крошит даже можете не сильно думать по поводу присутствия отсутствия вот оборот этого дракона в идеале бы приручить вот мы его собственно приручили давайте его забьем мы получили деревянный нагрудник он нам не нужен потому что он минусовой для нас и в идеале конечно вот этого деревянного на дракона обратите внимание у него два стата blue dragon ну синий дракон из непонятно что он себя представляет как вариант можно попробовать снять этого и одеть дракона поиспользовать дракона в боях вот гигантский краб конечно очень больно скорее всего будет бить давайте попробуем ударим петра зочек питомцам еще разочек ну так чтобы наш питомец просто получил опыт просто если он не используется в бою он не получает опыт соответственно костяной посох можем создать но я думаю нам он не особо нужен я думаю мы просто пойдем дальше на кинжалах и костяной посох изучать не будем ну как вариант чисто для вас чтобы вы имели представление о том из чего он создается мы можем сейчас его создать и ну чисто для вас для того чтобы я ли стал список чтобы вы имели представление костяной посох чтобы создать нужны кость и дерево ну кстати можем стать еще новый деревянный кинжал но я не думаю что он лучше нашего будет у нас 52 голода достаточно много нам бы в идеале чем сбить давайте съедим вот это еду у нас 17 голода осталось неплохо еще одно еще один мог давайте попытаемся приручить у нас не получилось его приручить и у нас закончилась магия до забиваемого значит мы получили глаз какой-то непонятный я по крайней мере не нашел рецепт на который нужен этот глаз получили пыль второй уровень и ящерки но у нас драгон поэтому я думаю драгон его в львов чуть запинает получили кровь кстати говоря что хорошо она у нас квестовая идет поэтому нам очень важно получать эту кровь это и на самых опасных монстров это как адрес по крайней мере если кто меня смотрит в этом на нет хаки и рассказывала это монстрам это один из самых самых опасных монстров который вообще есть у нас получается питомец застег третьего уровня но кровь мы до сих пор не бы не нашли еще нашли 3 уровня моба собственно дракон с ним справился у нас недостаточно собственно магии чтобы юзать питомцев поэтому давайте разобрать снаряжение это дерево за 20 монет скорее всего дерево получили мы как видите то есть лишнее дерево для нас лишним не будет точно в магазине в магазине как видите ничего полезного нету сны факел можно было бы изготовить изготовление вот для для тех же подземелья насколько я знаю подземелья одно на локацию поэтому факел мы еще успеем купить вот нам бы сейчас в идеале восстановить своего магической потенциал мы восстановили потенциал свой магический это ящерица то есть подземелья не подземелья а локация ящерицы поэтому в магазине также продадим все ненужные такие как глаз я им по крайней нашел он применение чешуя она квестовая считается но в данный момент она не квестовая вот как вариант можно сейчас поесть растения для этого мы их изготовим себе салат где-то около 20 да вот собственно салат по 20 на восстановит голода у нас 49 собственно как раз 9 голода останется как вариант можно освежевать трупы будет на досуге плотник нам ничего собственно и скажет в рог вот как вариант попытаться его приручить давайте попробуем успех собственно мы мы приручили в рога давайте забьем его получили кость и в рог 2 уровня у нас теперь присутствует что за в рог тоже какая-то птицы как вы видите достаточно больно бьющие причем но у нас дракон у нас у него кстати у моего дракона у прошлого которым я играл а у него было три стата но тут почему-то две всего лишь что очень странно будем искать еще драконов приручать пытаться по крайней мере пока на этом драконе будем играть но спирита приручайте думаю нет смысла хотя чисто для коллекции как вариант можно будет попытаться приручить но мы не смогли его приручить спирит оказался сильнее у нас закончилась а получается магическая сила вот собственно грин дракон в идеале конечно его приручить но для этого нам нужно гигантский лизард для этого нам нужно собственно чтобы мы восстановили свое здоровье собственно и магический потенциал для этого нужно в таверне поспать поесть давайте поели поспали и собственно бери бежим грин дракона бить он считается третьего уровнях тут хобоблин нарисовался давайте его убьем савильное перо но нодар дорого продается но из него можно крафтить снаряжение если у вас есть собственно грин дракон не знаю что за дракон дать попробовал поймать мы с первого раза его поймали наш наш дракон настиг четвертого уровня давайте посмотрим и открылись у него способности новый нет но способностью не открылись а у грин дракона тоже видите нет у него третьего этого третьего перка насколько я знаю самый оптимальный моба конечно с тремя перками но я могу ошибаться конечно поэтому нас уже пять питомцев вот еще какой-то этот дракон в идеале его тоже бы поймать поймали железный шлем получили давайте его поднимем лучших наших в любом случае потому что у нас шлема вообще никого нету судя по всему они то у нас какой-то деревянный был собственно еще один дракон грин вот кстати говоря вот этот вот дракон у меня был не знаю насколько он эффективен но факт том что у него по крайней мере три атаки то есть он посильнее должен бить в теории поэтому можно как вариант его покачать вот например на сатире в теории должен его убить сатира получили деревом дерево она позволяет вам раскачивать вашу экипировку еще один дракон в теории попытаться поймать мы поймали его и посмотреть собственно что он из себя представляет потом получили золото еще один дракон но ведь он двойка то есть ничем не примечательно вот смотрите кстати в чем разница атака 13 14 32 защита но 32 здоровья а у этого атака 14 16 и 40 здоровья на первом уровне то есть вы видите разницу да в драконах но второго уровня думаю нет смысла смотреть потому что он элементарного выше но факт остается фактом это какой-то псевдо дракон у мамас не получится у нас нет мана на него давайте сатиру убьем кстати наш дракон не сможет убить сатира давайте мы поможем наш дракон достиг второго уровня уже по крайней мере потолще зелье защиты от жара эффективнее конечно всего рядом с кузнецом находиться потому что она он элементарно больше профита вам принесет это в плане разбора в плане создания то есть прям и получили пыль ну понятно что пыль нам особо не нужна но иногда по квестовые ребята нпс и просят именно пыль вот поэтому давайте нам нужно немножко поесть зелья защита от жара честно говоря я так и не понял что за жар возможно какой-нибудь огонь и поэтому я его продаю в общем пить мы его не будем мы сейчас его просто продадим для этого зайдем в магазин и просто нажмем кнопку продать и выберем зелье и она 100 монет аж целых стоит представляете это да ну и собственно савиное перо она крайне редкий рецепт на него поэтому не всегда продуктивно его с собой таскать создаем еще зеленый салат у нас салат есть целых 20 салата давайте съедим сразу салат у нас 10-30 голода фиг бы с ним поднимаем песок еще какой-то мог на нас напал давайте питомцем его убьем большинстве случаев питомец будет сильнее мобов с которыми мы будем встречаться исключение есть только питомец просто не вывозит уже его но большинстве случаев питомец сильнее мобов питомец с третьего уровня убираем в тайник песок также можно убрать пыль песок и череп посмотрим что у нас хранилище ну собственно ничего особо примечательного нету и не всегда нпс и хотят это собственно полу руслик то есть для нас в любом случае цены будут дорогие давайте покушаем собственно мы можем рецепт изготовления целебное зелье зелье опыта и оловянный свиток но опять же целебное зелье она то есть вы вам нам скажут она там делается из стеклянной колбы там чего-то еще и чего-то еще но вам нужна стеклянная бутылка сначала то есть даже если вы купите целебное зелье но без стеклянные бутылки вы не сможете это зелье юзать поэтому он для вас нас она по сути бесполезна вот ладно я думаю мы с вами на этом зак пока закончим всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока